доброго здоровья с вами доктор диагност Гончаренко Олег Вадимович и в этом видео я расскажу вам о биорезонансной терапии какие бывают виды терапии в чем суть и как это можно использовать для улучшения своего здоровья поехали занимаюсь биорезонансной диагностикой и лечением уже 20 лет я сотрудничаю с фирмами и медис серьезным производителем медицинского оборудования с фирмами биомедис которые как раз производят аппаратуру для диагностики и для биорезонансного лечения и сейчас это слово на слуху биорезонанс его вставляет во многие названия приборов диагностик и пациенты когда приходят ко мне на прием бывают виды умений и знаний что же такое биорезонанс они даже не представляют как это работает то что нельзя увидеть то тому сложно поверить и поэтому задача этого видео по простому рассказать вам объяснить что же такое биорезонансная терапия какие есть виды и так далее и начнем с того что это было широкое понятие биорезонанс само название био это живой живой организм резонанс это совпадение частот резонанса когда две каких-то колебания совпадают и происходит между ними резонанс резкое совпадение амплитуды колебания и и резонансная терапия это электромагнитное лечение которое активирует в организме процессы выздоровления процессы регенерации и подавляет колебания болезни с точки зрения физики а болезнь это нарушение синхронизации сингулярности колебательных процессов а в нашем теле постоянно происходит колебания движения заряженных частиц электронов ведь наши ферменты молекулы проходят через клеточную мембрану постоянно происходит деление клеток движение митохондрии выработка энергии то есть любое движение заряженных частиц создает возле себя электромагнитное поле поэтому у всех живых организмов возле организма вокруг организма клеток тканей органов формируется свое уникальное электромагнитное поле со своими характеристиками и вот ученые начали измерять исследовать это и показали что если взять колебания здорового органа и направить его к пациенту с больным органом эти здоровые правильные колебания которые регулируют биохимизм органа организма ткани то больной орган выздоравливает или направить например на микроба который живет в некой некой рабочий несущей частоте если направить излучение магнитное поле в противофазе колебания который будет подавлять природную для этого микроорганизма поле электромагнитное то этот микроб будет погибать он не будет делиться и все эти свойства и как раз и используются в медицинских приборах и так березнастная терапия делится на два основных вида это экзогенная или частотная биорезонансная терапия и эндогенная эндогенную терапию разработал врач морель и в чем отличие этих двух методов биорезонансной терапии экзогенная биорезонансная терапия использует фиксированные частоты вот на примере программы и мидис я вам покажу в окошке для частотного березнастного лечения есть примеры частот по нескольким авторам доктор райф исследовал частоты и целый список колебаний которые резонируют с тем или иным органами либо процессом смотрите сколько их много например возьмем легкие вот легким соответствует колебания 1550 герц 802 герца 880 герц 887 герц и так далее то есть если направить на легкое эти конкретные колебания электромагнитное поле то легкое будет активироваться на будет восстанавливаться частоты по людвигу другой ученый который нашел свои частоты тоже возьмем для сравнения те же легкие видите а у него в базе нету легких а вот есть легкий нашел фиброз только фиброз 100 герц 27 с половиной герц 10 20 герц 410 герц есть еще частоты по паулю шмидта еще один врач который появил соответствие колебаний процессом или патологическим процессом или здоровым органам соответственно как мы это можем использовать мы можем пациенту включая эти частоты во-первых диагностировать если у него это состояние например проблемы с легкими или любые проблемы вот берем из таблицы которая нас интересует то есть это может использоваться для диагностики и второе эти же частоты могут быть использованы для лечения для лечения фиксированными частотами можно использовать как электрическое поле с помощью вот например таких пластин пациент должен положить руки-ноги на пластины включается частота и это электрическое колебание проникая через кожу или есть такие цилиндры пациент держит цилиндры и идет воздействие через электрический ток через вот такие электроды но более современные приборы они используют электро магнитное поле почему потому что магнитное поле способна проникать внутрь организма и доставать до его внутренних органов поэтому если мы работаем с фиксированными частотами или экзогенная березнастная терапия то я рекомендую больше использовать вот электромагнитное поле через такие индуктора в некоторых приборах например биомедис тринити есть встроенные антенны и достаточно прибор держать на удаление 30 сантиметров перед телом либо прямо вешать его в сумочке на тело вот такое идет непосредственное воздействие по длительности терапии она может составлять от 10 20 минут до 2 3 часов разновидностью экзогенной березнастной терапии есть индукционная терапия это частоты которые направлены на регуляцию мозговой деятельности поэтому вот допустим этот магнитный электрод я одеваю пациентам на голову он завязывается виде восьмерки чтобы не спадала этот электрод и можно еще фиксировать эластичной лентой хорошо себя зарекомендовали индукционные программы и длительность фиксированная она обычно составляет от 20 минут до 40 минут например есть программа покоя под программа стресса программа эндокринной регуляции и так далее итак это мы разобрали экзогенную березнастная терапия и и вы можете встретить чаще всего продается множество компактных приборов например приборы д это приборы и медис т биомедис тринити фирма алтимед также выпускает лидомед компактные приборчики для экзогенной терапии эффективность да она эффективна я рекомендую использовать ее и в чем ее выгода в том что она практически она не обладает побочными эффектами если вы неправильно подобрали или не подбирали частоту специально то просто она пройдет транзита мимо но если удастся действительно совпасть с вот этой табличной частотой лечебной и тем что действительно есть у пациента этот процесс будет соответствовать то произойдет резонанс и орган получить свой толчок к выздоровлению и пациент прямо на приеме ощущает что если есть боль она проходит если есть допустим аритмия в сердце аритмия проходит если есть бессонница человек успокаивается и у него возникает сонливость то есть эффект можно почувствовать прямо на приеме обычно назначается курс лечения это может быть и 20 дней и месяц принимать определенные частоты конечно в идеале лучше подобрать каждую частоту с помощью диагностики диагностики по методу фолио или по методу века теста насколько она резонирует конкретная частота с данным пациент потому что как вы видите нам сейчас открою обобщенный список частот возьмем давайте тоже легкая видите как на одну один орган как огромное количество предлагаемых лечебных частот 5 10 20 и конечно в идеале их нужно выбрать протестировать чтобы прицельно воздействовать на организм поэтому если вы хотите эффективно использовать экзогенную бризнасную терапию то желательно пройти диагностику у врача который вам подберет нужные частоты запрограммируют их в ваш прибор приглашаю к себе на консультацию в городе киеве если вы находитесь другом городе то диагностика возможно дистанционно по фотографии это тоже работает также я провожу курсы обучения где даже человек без высшего медицинского образования может научиться проводить элементарное тестирование и подбирать те же частоты проводить элементарную диагностику назодов микробов листов паразитов и более точно более правильно подбирать в принципе это классная как самопомощь самооздоровление и вы можете сами себе помогать и своим близким и так я закончил рассказывать про экзогенную бризнасную терапию она чаще всего встречается приборах в описаниях но есть еще другая разновидность биорезонансной терапии называется она эндогенная и ее изобрел врач морей и ее отличие в том что используется не фиксированные колебания из таблиц а прибор считывает с конкретного организма те колебания которые имеются их обрабатывает и возвращает обратно ну по сути это можно сравнить как с неким плазмаферезом как искусственная почка как переливание крови если хотите то есть берется материал у самого пациента в каждом организме имеются как гармоничные здоровые колебания они имеют вид таких красивых синусоид гармоник также имеются какие-то помехи вызванные наличием тех же инфекции тех же каких-то ядов токсинов химикатов которые вносят помехи какие-то не гармоничные колебания ведь тоже микроб живой объект в нем есть биохимизм он излучает какие-то свои частоты и они вклиниваются в наш электромагнитные наши поля здоровые и вносит вот эти искажения помехи и прибор способен разделить гармоничные колебания от дисгармоничных дисгармоничные колебания он вырезает разворачивает в противофазе и возвращает организм они уже действуют как подавляют любые патологические колебания это все происходит в автоматическом режиме приборе есть сложная плата устройство сепаратор вот которая умеет как раз разделять все эти колебания по частотам по октавам и вырезает хорошие плохие частоты и это все регулирует березнастная терапия она осуществляется обычно на пластина на обычно на пластинах пациент должен положить руки многие и даже на лоб одевается вот такие вот лобные электроды я вам сейчас продемонстрирую почему важно использовать лобные электроды да потому что всеми процессами на заведует мозг мозг средний мозг высшая нервная система поэтому если болезнь не отрегулировать на уровне мозга то она будет воспроизводиться до важно стереть важно обновить прошивку в нашем обмене веществ чтобы болезнь она не возвращалась березнастная терапия длится обычно от 20 минут 20 бывает 30 минут это можно протестировать с помощью диагностики и в конце процедуры можно записать на гранулы используется молочный сахар патока записать на гранулы результирующую препарат скажем идеального здоровья который пациент будет принимать каждый день напоминая организму как правильно работать это называется эндогенная биорезонансная терапия скажу что в чем разница между эндогены или и экзогены все-таки эндогенная она скажем более сложная и она действует сразу же по широкому спектру октав частот организма если экзогенная это фиксировано мы как снайперская винтовка ищем какую-то какого-то возбудителя или какой-то один процесс выбираем одну частоту и она воздействует на весь организм то в эндогенной биорезонансе происходит среди сотен тысяч частот то есть эффект конечно более такой глобальный на организм вот преимущество внешними экзогенной биорезонансной терапии в том что мы симптоматично патогенетично выбираем конкретный симптом который нас интересует допустим вывести конкретного паразита устранить боль в каком-то определенном органе то есть симптоматично она эффективно она получает быстрый отклик а для того чтобы вообще сдвинуть обмен веществ чтобы восстановить здоровье всего организма не только одного какой-то органы или ткани а всего организма то более эффективно конечно же лечение на пластины эндогенная биорезонансная терапия я в своей практике использую обе терапии они совмещаются и обычно пациенты кто ко мне ходит на лечение я усаживаю их и на пластины провожу биорезонанс эндогены и экзогены например одевая на голову провожу эндоксионную терапию или даю приборчики небольшие для частотного лечения тех же инфекций и паразитов вот такой вот экскурс в популярную тему биорезонансная терапия если вам понравилось видео ставьте нравится подписывайтесь на мой канал я выкладываю видео в этой теме если вам интересует самому научиться проводить диагностику правильно выбирать частоты помогать себе с помощью современной биорезонансной терапии то записывайтесь на курсы обучения я регулярно провожу групповые обучения есть уже видео курсы записанные можно просто посмотреть и научиться правильно пользоваться этой прекрасной терапии желаю вам крепкого здоровья с вами был доктор олег вадимович кончаренко всего доброго